Александр, добро пожаловать, тебе слово. Да, спасибо огромное. Меня зовут Александр, я в компании DataArs 2011 года. Начинал с вебмастера на внутренних проектах. И сейчас работаю уже серьезно в международной компании и занимаюсь в последнее время с Angular и D3. О чем я расскажу, для кого расскажу и вообще почему я расскажу. Идея возникла, потому что хочется поделиться опытом наработанным. Потому что за последние три года опыта набралось. И такого достаточно широкого, большого именно опыта работы в крупном фреймворке на JavaScript. И конкретно работал с D3, с визуализацией данных и с разработкой всяких графиков, таблиц. В общем, там много чего было. Кому это будет понятно и интересно. Но я постараюсь донести каждому, чтобы было понятно в общем, что это такое. И, конечно, если вы в этой сфере являетесь разработчиком, есть опыт, то, конечно, вы поймете, кстати, кто с вебом связан. Поднимите руку. Не так много людей. Думал, больше. Ну, хорошо. О чем я расскажу? Расскажу, что такое D3 вообще. Потом расскажу, как строить большие графики сложные на D3 и что для этого нужно. И потом расскажу про варианты, как можно связать D3.js с фреймворками Google, Angular, Angular 2 и Polymer. Вообще, конечно, Google во многих сферах деятельности преуспел и в том числе и в вебе. Поэтому есть три, как минимум, таких крупных фреймворка, которые уже на рынок вышли и используются. И если есть вопросы, то поднимайте руку, буду смотреть и задавать вопросы. D3.js, как пишут на официальном сайте, это библиотека для манипулирования документами на основе данных каких-то. D3 помогает вам оживить ваши данные с помощью HTML, CSS и JavaScript. Вообще, обычно, если речь идет о D3, то, скорее всего, эта работа с SVG происходит. Но я знаю случаи, когда D3 используют не по прямому назначению строить графики, а, например, там есть много компонентов и они рендерят HTML. И люди используют не SVG, а HTML. Потому что D3 на самом деле качественная, хорошая, быстрая, стабильная и вообще много можно полезных слов сказать. Библиотека, которая достойна того, чтобы ее посмотреть, если вы когда-то столкнетесь с визуализацией. Кем она была создана? Это, наверное, всегда интересный вопрос. Если качественный продукт создают, то интересно, кто его создает. Вот некто Майк Босток. Есть ссылка, можно почитать про его работы. Про то, как он пришел к этой библиотеке. Про то, какие идеи у него, как он визуализировал. Там достаточно много интересных вообще мыслей. И все тоже хочется прочитать самому. И он в основном, по-моему, для New York Times делает визуализации. Я тоже, когда готовился, смотрел такие интересные проекты. Страница про то, если у вас доход такой-то. Вы платите за аренду квартиры столько-то. Платите за то-то-то. Вы ползунки двигаете, двигаете. И справа получается какой-то график. Вот у вас доход через год, через два. Капитализация, какие-то деньги. В общем, вот так он сделал для New York Times. Страничку очень понятную обычному пользователю. С помощью D3. D3. Начался он свою карьеру D3 где-то в 2013 году. Идея наверняка пораньше возникла у Майка. И к текущему моменту, вчера, статистика скачивания D3 через пакетный менеджер NPM была уже 4 миллиона. Причем в прошлом году был чуть больше миллиона, а сейчас 4. Прогресс значительный. И я как раз, когда начинал знакомиться с D3, то это было в 2014 году. И могу честно сказать свое личное мнение. Просто видно, что люди начали это использовать. И достаточно часто на рынке появляются продукты на этом. Вот так выглядят. Можно делать простые графики с помощью D3. Это, наверное, простейший, как я смог сделать. Можно делать сложнейшие графики на D3. Здесь, соответственно, можно мышкой кликнуть, провести на какой-нибудь нот, на строку. И будет все подсвечиваться красиво. Если кликнуть на одну из этих строчек, то откроется новый график, в котором тоже какие-то данные визуализируются. Помимо этого есть текст, который, в зависимости от того, куда навели, там что-то показывается. Простейший график делать… Мы начнем, конечно, с такого. Да. Без ноды? Конечно, можно. D3 без ноды работает. D3 из себя представляет просто JavaScript фреймворк. Потому что обычно, если делают D3 сложные графики, их включают в сложные проекты. И просто при команде NPM install он скачивается само. Соответственно, еще были скачивания D3 без NPM. Соответственно, еще можно прибавить. Мы начнем с простейшего. И простейший график на D3 будет выглядеть примерно следующим образом. У нас задаются начальные данные. B width, B height – это высота и ширина бара. Таким образом, мы выделяем чарт SVG. Это элемент на странице просто-напросто. Добавляем ему атрибуты. Мы взаимодействуем с другим элементом. Добавляем ему атрибуты height, width. И дальше задаем встроенный в D3 scale. Это необходимо для того, чтобы масштабировать данные к тому, что будет происходить на странице. То есть мы задаем от 0 до 100. Это будет вот этот 0 и вот это 100. То есть диапазон данных входящих будет от 0 до 100. И мы будем его масштабировать на цифры от 0 до B height. B height я задал 150. То есть если это применить к элементу, то при значении 100 входящих данных он выдаст здесь Y scale от 100, выдаст 150 и так далее. И вся остальная магия в D3 происходит примерно в этих двух строках. Data, enter и append. С помощью этого мы наши заданные данные привязываем к html-дом элементу или svg-дом элементу и отрисовываем уже в зависимости от этого. Задаем атрибут, задаем второй атрибут. Причем можно либо просто здесь какой-то примитив задать или строку, или цифру. А можно функцию. И в зависимости от того, какие будут… Это callback. И в зависимости от того, какая будет функция, соответственно будет что-то там меняться на странице в сведом элементе. Здесь мы задаем x, это будет положение. Ну, x, например, вот здесь вот 0, x. Здесь какой-то 30, здесь 60, ну и так далее. Будет дальше. height. В общем, мы задаем какие-то атрибуты на дом элементе. Когда мы это отрабатываем на странице, то получается такой простейший график. Вернемся к сложному. Соответственно, предыдущий паттерн, простейший, вряд ли подойдет для того, чтобы адекватно работать с такого рода графикой. И такого рода графики и визуализация. И просто необходима более понятная строгая структура, с которой можно работать. Для этого, конечно же, существуют какие-то решения. Одно из решений это паттерн от, наверное, towards reusable charts. Эта штука, этот шаблон позволяет инкапсулировать всю логику внутри, позволяет хранить какие-то локальные приватные переменные функции. Также можно задавать какие-то публичные функции, отрисовывать и обновлять данные, отрисовывать заново. Шаблон выглядит примерно следующим образом. Это просто функция JavaScript. В функции есть приватные переменные, как просто заданные переменные. Основная бизнес-логика расположена в функции chart. Здесь объявляем публичные переменные и возвращаем этот chart как результат выполнения этой функции. Соответственно, чтобы это вызвать, мы создаем переменную, вызываем эту функцию и через публичные методы мы передаем туда некоторые параметры, которые сохраняются в приватные переменные и там они и остаются. С помощью данных, которые у нас есть, мы применяем их к элементу. Именно применяем к элементу. В D3 вот так это работает. Мы выделяем chart.id. Это id элемента. Через функцию data мы туда посылаем эти данные. Они биндятся к элементу. И потом мы вызываем этот элемент в контексте этого chart, этой модели. Соответственно, тогда chart отрисуется. Как выглядит это внутри? Если мы применяем подобные взаимодействия с дом элементом и данными, то внутри у нас может отрисоваться примерно следующая структура. Вернись. SVG элемент мы задаем height width. И внутри происходит какая-то магия. Здесь есть SVG элементы. Это group. Group. Rect – это прямоугольник. Group, у которого есть класс. SVG элементы также могут иметь свои классы. Им можно присваивать свои стили. И они, в принципе, очень похожи на html элементы. И вот эти rect, rect, rect и так далее, они как раз таки… Сейчас покажу. Они как раз таки появляются где-то в этот момент, когда мы жмем enter, append, rect. Где-то так. Я сделал свой пример чарта с помощью reusable. паттерна. И вот это выглядит, например, у нас следующим образом. Это простая матрица, которая отображается на странице в зависимости от того, что у нас было на входе. Но это, конечно, все нужно подключить. Подключается простейшим образом. На странице мы добавляем скрипты. Скрипты подгружают файлы, файлы отрабатывают. И у нас есть два глобальных объекта. Объект D3 и объект какой-то там матрикс. Коротко о D3 вот так. Если есть какой-то вопрос, то лучше спросить. А D3? Нет, это бесплатный продукт. По поводу лицензии не могу сказать. Лучше посчитать это самому. Но нет, бесплатный совершенно. Ее пользуются многие. Спасибо за вопрос. Есть много альтернатив. И Google Charts, и High Charts, и еще так далее. Там есть у каждого свои преимущества и свои недостатки. Каждая библиотека с каким-то смыслом была создана. D3 хорош там, где нужно все кастомизировать. Где тебе нужно менять те параметры, которые в других библиотеках просто нельзя менять. Либо соединить два чарта вместе, например. То есть как в примере со сложным, здесь соединены несколько чартов. И здесь тоже соединены несколько чартов каких-то. Соответственно, в этом случае просто D3 предоставляет возможность это сделать. В других может такой не быть. Визуально он очень похож, как в некоторых средах разработки есть такая возможность построить график зависимости. То есть, например, класс А зависит от класса В. у него еще есть дополнительные зависимости. Визуально это один в один. То есть мы кликаем на класс, смотрим все его зависимости. А D3 это не про то? То есть мы с этой библиотекой сможем что-то такое построить? Да, вполне. Ну вот это на D3 построено. А тогда на вход какие данные туда получается? А какие хочешь? Ну там скорее всего будет массив. То есть это можно сделать? Да, конечно. Обычно посылается на вход данные в виде объект. В объекте есть поле, поле, массив. В массиве может быть еще, поле с массивом и так далее. То есть такая достаточно объемная структура. То есть какие-то объекты с определенной вложенностью, но в виде зависимости, они все это просто отрисовывают. Да, вполне. И зависимости можно через индексы задавать внутри в этих данных. Соответственно их потом здесь как-то проявлять. А для этой цели не используется сейчас это как use case такое? Не понял. А для отрисовки зависимости не используется такая штука в данный момент? Где? Ну в общем можно, легко. Ты, если захочешь, примеров достаточно. D3 чем хорош, у него куча примеров. Если на сайт MikeBostock зайти, который указан, то там у него можно найти примеров, не знаю, сотни, наверное, может быть больше. Включая карты, включая даже 3D какие-то визуализации. И еще клик, допустим, синим выделена какая-то строка. И это дополнительно как-то программируется, то, что она выделяет ноды, или это уже вложенные связи, это как бы бесплатно мы получаем? Это реализуется с помощью ивентов. Внутри D3 существует система, у него есть тот объект, модель dispatch. И с помощью него можно отлавливать события. События прикрепляются вот здесь, вот в этом блоке. Когда мы отрисовываем чарт, то мы здесь можем добавить что-то вроде .on события и функция обработчик события. А, ну то есть отловить события, а сами связи уже как бы они хранятся там получается. То есть это ничего дополнительно не надо как указывать? Это все вот здесь происходит. Это все здесь. Да, дополнительно ничего. Внутри у тебя есть просто набор данных, ничего лишнего. И внутри ты когда их обрабатываешь, это набор данных, ты можешь все что угодно там с ними делать. Хорошо, спасибо. Да, пожалуйста. Вот. И так как мы будем использовать D3 с фреймворками от Google, то пара слов вообще об этих фреймворках. Удалось собрать некую сводную таблицу. Она совсем не полная, но достаточно как бы правдивая, честная. Библиотеки разные, созданы для разных целей, с разными технологиями и в общем-то у них какие-то есть различия. Первое различие, конечно, это размер. Так получилось, что у Angular самый маленький, а у Angular 2 самый большой из всех. Причем 640 килобайт это достаточно крупный размер. И если открывать на мобильных, то надо сначала загрузить половину мегабайта, а потом еще и приложение. Соответственно, это замедлит в чем-то скорость. Есть плюс и минус опять же. Производительность. Я нашел эти цифры на сервисе, который представляет сейчас веб-страницу. На веб-странице происходит постоянная перерисовка таблицы. Такая достаточно крупная таблица. И данные меняются, таблица обновляется, и есть какой-то показатель, сколько раз в секунду эти данные обновляются. Так вот, для Angular это порядка 15-20 раз в секунду обновляется эта таблица. С помощью Angular 2 чуть побольше. И в Polymer, я был удивлен на самом деле вчера, это 50-60 по сравнению с Angular 1. Действительно там значительно больше. Я думаю, что это из-за того, что специфика Polymer работает с веб-компонентами. Наверное, здесь эта магия связана каким-то образом. Стандарт, какие они придержатся. Angular достаточно давно придуман. Один из первых. Eqmascript 5. Angular 2 вообще использует TypeScript, который привносит в JavaScript типизацию. И для тех, кто просто на JS постоянно разрабатывал и не знает других языков, это, конечно, шок будет. Совершенно непонятно. Даже от Ява отличается. Но есть тоже схожие моменты. И Polymer, у него используются веб-компоненты. Веб-компоненты – это отдельная тоже тема. Это просто набор технологий, которые были придуманы какой-то ассоциацией, наверное. Набор технологий, короче, которые внедряются в браузеры. Это не является какой-то JavaScript-фреймворком. Это не является какой-то отдельной библиотекой. Это просто набор технологий. И Polymer по опыту работы просто значительно упрощает работу с этими объектами, с этими веб-компонентами. Навязчивость. В это понятие я вкладываю то, что если у вас есть чистые знания JavaScript, а вы начинаете писать на Angular первом или на Angular втором или на Polymer, то вам придется выучить что-то еще. Например, что такое scope, что такое дайджест, если Angular первый. Если Angular второй, то там еще куча всего, включая TypeScript. В Polymer какие-то штуки. И вот этот объем дополнительных знаний, которые необходимо выучить, чтобы работать с этой библиотекой, я включаю в понятие навязчивость. В Angular есть. Там достаточно много привнесено. Scope, event, digest, cycle и так далее. В Angular 2 еще больше, на самом деле. Я попробовал и изначально непонятно. Зато, когда уже есть какой-то хотя бы небольшой опыт, это становится логичным вообще. И тебе приятно понимать, что написали другие самому. Приятно писать. В общем, достаточно приятная атмосфера происходит в этой библиотеке. Polymer проще в этом плане. Нет, он больше похож на просто что-то стандартный JavaScript. Какое-то взаимодействие объектов с объектами, функцией. Там все логично достаточно в этом плане. GitHub. А эти все проекты на GitHub. И, соответственно, у них есть какие-то там star. Можно нажать звездочку и типа мне нравится этот фреймворк. Angular, видимо, самый простой, популярный и первый. Один из первых. И поэтому у него куча. Angular 2, Polymer. Ну, поменьше. И разные лицензии у них. Вот. Ну, актуально на сегодняшний момент. И перейдем теперь к Angular 1. Для того, чтобы использовать библиотеку D3 и Tours и Usable Charts, то нам необходимо это использовать в экосистеме Angular 1. Соответственно, для этого нам нужно понимать какой-то там шаблон, в какой нам нужно встроить D3 библиотеку, чтобы это все заработало. Вот если кто работал с Angular, то выглядит это все примерно вот так. Все приложения. Есть контроллеры, есть директивы. В контроллерах какая-то логика, в директивах какие-то параметры, тоже какая-то логика. В общем, как-то вот так. И нам вот в это во всем нужно встроить наш чарт D3. Точка входа. Файл индекс. И в индексе у нас есть просто ng-контроллер. Здесь мы будем задавать данные. А вот это наш самый D3 чарт, который мы берем из того объекта, который просто там какой-то матрикс или чарт. И привносим в проект Angular. Создаем отдельную директиву. Туда предоставляем данные, предоставляем options, какие-то конфигурации. И это все будет отработано на странице. Копнуть немножко глубже. MyController. Вот он MyController. Мы задаем данные. Данные представляют из себя data options. Дальше. И самая основная жара, основная логика происходит здесь, в этой директиве. Все происходит в методе link. Здесь мы создаем этот чарт, который подключили заранее в веб-страницу. Здесь мы обращаемся к глобальному D3. Выделяем элемент. Элемент был, это ссылка именно на элемент. Вот этот matrix-элемент здесь. И вставляем туда SVG объект, SVG DOM объект. Создаем функцию, которая будет отрисовывать. И отрисовываем. Соответственно, здесь у нас есть два вотча. Два вотча отслеживают изменения данных, изменения каких-то конфигураций. Если эти конфигурации происходят, мы просто к нашему чарту привносим эти новые обновленные данные и сделаем render. Конкретно с data мы ждем data, new data, обновляем и отрисовываем. В случае с options, options, новые данные. Пробегаем через каждый элемент этого объекта и вызываем его как update. Сейчас покажу как. Будет вызвано что-то подобное. Только вместо width и height будет постоянно новые названия. Обновляем и отрисовываем. Будет работать. Все это сделав, мы получим вот такой вот чарт. Просто понятно. Надеюсь. Если непонятно, то задать вопрос. Хорошо. Копнуть немножко глубже. Эта идея не нова. Эта идея уже кто-то реализовал на самом деле. Есть достаточно много библиотек. Особенно в мире JavaScript. 1000 и 1. И, соответственно, кто-то сделал уже набор таких D3 компонент. Плюс Angular, которые позволяют рисовать простые, понятные графики. Типа High Charts, типа Google Charts, как тут уже называли. Но только непосредственно с D3. Angular 2. Angular 2 также. Мы сначала берем общий шаблон, который обычно используется в Angular. И если вы писали на Angular, то будет вам знакомо это все. И нам в этот шаблон необходимо вставить наши Charts, которые потом будут отрисованы. В первых строках мы берем из основного, как бы, из core. Что случилось? Некоторые объекты. Ну и происходит дальше взаимодействие, на самом деле. Нам самое важное здесь найти, как достучаться до элемента. И потом уже с элементом обновить данные и вызвать уже модель этого Charts. Ну мы это сейчас сделаем. Точка входа. Это индекс HTML, опять же. Там подключены все необходимые библиотеки. Структура данных выглядит следующим образом. В Angular 2 нету чисто… Ну есть, можно чистый JavaScript использовать, но они рекомендуют TypeScript. И по умолчанию TypeScript идет как стандарт какой-то. Структура следующим образом выглядит. Точка входа – индекс MyApp. И в который, на самом деле, все потом подгружается, подключается, инжектится и все такое. MyApp. MyApp. Компонент сдается через селектор MyApp. Как раз таки он будет. Вот он. Это внутренний… Мы подгружаем, инжектим сервис, который потом… С помощью которого мы достаем данные. GetMatrixData. Когда они вернулись, мы эти данные в переменную заносим. Вот в эту ThisMatrix. И этот ThisMatrix находится… Вот он. MatrixData. То есть получается, что у нас точка входа MyApp. Внутри у нас сразу потом отрисовывается вот что-то такое. И дальше нам необходимо объявить D3Matrix. D3Matrix мы объявляем следующим. Выглядит он следующим образом. SelectorData. D3Matrix. Template можно не указывать. И пусть он будет пустым. В специфике ангуляра второго просто по-другому задается способ, как достать данные из атрибутов. Здесь он обозначен следующим образом. Создаем CSVG элемент. И дальше немножко рассмотрим поподробнее немножко эти несколько функций. Когда страница элемент загружен, то мы сразу же… Вот здесь происходит поиск и нахождение этого элемента, с которым мы будем дальше взаимодействовать через подобные внутренние какие-то там процессы. Создаем CSVG элемент. Его сохраняем в This. И дальше потом работаем уже с ним. Создаем свою функцию метод render, который будет адресовывать наш чарт. Есть три метода, которые… Первое – отлавливает изменения. Второе – отлавливает изменения. И третье… А, нет. Отлавливает изменения и вызывает функции для того, чтобы эти изменения применить. Понятно? Кто? Не понимает. Потом… После этого могу все раз объяснить. Вот. Здесь у нас есть метод, который отлавливает изменения. И дальше потом, в зависимости от того, что изменилось, мы обновляем либо данные, либо опции. Соответственно, следующим образом. Данные, примерно как и в предыдущем, с Angular 1, через datum. И чарт модул мы вызываем каждый из элементов объекта. Все это проделав, у нас получается чарт. И дальше посмотрим, как это реализовано в полимере. В полимере, опять же, есть некий шаблон, как создавать некий внутренний элемент. Он выглядит, если есть опыт работы с полимером, примерно следующим образом. Здесь мы задаем d3 charts. Это будет как раз-таки тот дом элемент, как и в предыдущих случаях. Здесь мы задаем properties. Здесь мы задаем те данные, которые мы будем отслеживать и их изменения. Здесь мы будем вызывать функции для того, чтобы обновить эти данные применительно к чарту. И здесь функция, которая говорит, что элемент готов, можем выполнить вот это. И мы выполняем. И отдельный метод render, который был создан для того, чтобы отрисовать новый чарт. Точкой входа является, опять же, индекс html и вот он, polymer up. Polymer up в полимере в нашем случае подключается. Например, привнесена такая штука, как, не помню, как называется. А, импорт. Там можно таким способом, через link real import и так далее, подключить весь набор необходимый для какого-то компонента, включая css, включая javascript файлы, включая html. Соответственно, мы это делаем один раз, вместо того, чтобы подключить все это вместе. Еще это картинки может там внутри как-то подтянуть. Вот. Мы это импортируем. И потом, после того, как мы импортировали, уже можем использовать. Мы ее используем. Структура выглядит достаточно просто. Индекс. В node-модуле находится, соответственно, то, что нам необходимо. D3, matrix и сам полимер библиотек. Вот. И внутри уже, когда вот этот полимер апп, который здесь был задан, выглядит нам следующим образом. У него есть переменная matrix внутри. который, когда этот элемент готов, мы просто берем и данные, нам необходимо откуда-то данные это забрать. был создан необходимый сервис. Этим сервисом может быть либо запрос к API, который у нас вернется когда-то и после того, как вернется, мы здесь будем использовать эти данные. Специфика в полимере такая, что здесь в нашем случае мы вот эту переменную matrix используем за пределами этого элемента. Поэтому есть в полимере специфика такая, что необходимо обязательно задавать вот подобным способом. This set. Для того, чтобы извне можно было отследить эти изменения. Задаем options и задаем options. Template, который из себя представляет, ну, полимер апп. Внутри потом отрисуется вот это. И нам необходимо опять же задать d3-chart, в который будет передано data, options, ну, id, это просто id. d3-chart будет выглядеть примерно как и на самом деле вот этот элемент весь. У него есть такие же обязательные, ну, не обязательные, а предопределенные методы, как ready, observers, properties, and is. Но в нашем случае мы будем что-то переопределять. ChartModel – это будет модель нашего графика. в полимере мы задаем типы для этого, для properties. Type object, type array, object, object и так далее. Для этого здесь мы храним данные, ну и так далее. Понятно все. Когда элемент отрисовался, мы находим, мы создаем, во-первых, svg и потом этот svg вставляем в элемент append делаем. И я сразу отрисовываем. Отрисовываем примерно как и во всех там других, в тех предыдущих двух случаях через call и передаем здесь модель нашего чарта. И здесь отлавливаем изменения data, изменения конфигурации и, соответственно, их применяем уже непосредственно к нашему чарту, вызывая render в конце. Все это применяю, получается следующий чарт. В общем-то, если коротко, то вот так это все работает. Мы рассмотрели что? Мы рассмотрели, во-первых, что такое D3. Мы рассмотрели, как делать более структурированные графики огромные на D3 и что для этого есть специальные шаблоны. Мы рассмотрели, что у Google есть несколько фреймворков для JavaScript frontend и как D3 может работать с этими фреймворками. Сейчас вспомнил, что хотел сказать еще. В моем случае я всегда обращался к window. Например, вот это обращение к window. Соответственно, я не стал здесь это все оборачивать еще в дополнительные сервисы. А оставил там как есть для просто простоты. Вообще, обращение всегда изнутри JavaScript фреймворка к window – это нехорошая практика. Ее стоит избегать и лучше сделать отдельный сервис внутри фреймворка, в котором будет уже возвращаться то, что должно было возвращаться через window. Ну и, наверное, все. Если есть вопросы, то спрашивайте. Да. Микрофон, да, можно? Хорошо. Спасибо за доклад. Хотелось бы узнать, является ли каждый элемент внутри тега SVG, то есть каждый тег, отдельным DOM элементом? Да. И тогда как следствие вопрос. Фреймворки на JavaScript, к примеру тот же самый Angular 2, могут быть довольно увесистыми. И не будет ли какой-нибудь сложный график на D3 оверхедом, скажем, для мобильных устройств среднего сегмента? Есть ли смысл пререндерить графики где-нибудь на сервере и отправлять их картинкой на клиент? Я понял. Спасибо за вопрос. Все правильно спросил, абсолютно. Я находил специально, когда по презентации готовился, чарты на D3, примеры. И один из примеров – это визуализация данных, как перемещение капиталов по миру вообще. Достаточно такая объемная визуализация. Карта есть, на карте есть города, и из городов в другие города переходят такие точки. Когда-то, года два назад, в каком-то из проектов мы размышляли, типа можно такое сделать вообще на D3? Мы поняли, что нет. Потому что слишком много элементов. Если много элементов на странице, то, во-первых, отрисовываться будет куча времени и вообще отнимать ресурсов много. Поэтому это все реализуется, вот подобные огромные объемы визуальных элементов через Canvas. Причем через Canvas D3 как-то взаимодействует, может с Canvas взаимодействовать. Поэтому это можно слепить все вместе. Вот. Все? Да, спасибо. Да, вопрос? Давай ты. Спасибо большое за интересную презентацию. Я, к сожалению, не являюсь JavaScript-разработчиком, но у меня вот тоже возникли вопросы по производительности. И уходим уже от парсинга больших данных дом-моделей. Хотелось бы по user-friendly интерфейсу. Вот как с производительностью будет с анимацией, если добавить в эти диаграммы данные анимации? Неужели только Polymer сможет их вытянуть и то на MacBook Pro? Спасибо. Да, спасибо за вопрос. С анимацией тоже у меня возникал вопрос конкретный. Я делал как раз-таки в одном из проектов матрицу. Матрицу посложнее, чем эту. Там было элементов, наверное, 100 на 100. И у каждого элемента слева и сверху были лейблы, надписи. Что-то вроде категории. Категории внизу и в матрице идет набор квадратиков. Слева тоже категория и такая матрица получилась большая. Заказчику необходимо было, чтобы при наведении на лейбл сверху или при наведении на лейбл слева все затенялось, появлялась строка. В строке выделялись элементы на вот эти матрицы. Можно было нажимать на этот лейбл. Можно было навести на какой-то конкретный элемент в матрице. Навел, все остальное затенилось. Он появился, отобразился. Можно было кликнуть на этот элемент. В общем, конкретная такая работа. Я действительно сталкивался с этой проблемой, что все тормозит, тупо тормозит. В этом случае я нашел выход в том, чтобы использовать вместо анимации именно джевоскриптовой CSS на самом деле. Он реально помогает. То есть мы вместо того, чтобы через атрибуты или через стили внутри D3 используем классы. CSS класс. Мы добавляем, то есть в зависимости от того, как мы вводим мышкой по странице, происходит какие-то ивенты. А в зависимости от ивентов мы добавляем классы каким-то конкретным элементам. И у этих классов в CSS прописано свойство transition и все, что необходимо в transition. Это спасает. Да, спасибо. Да. Спасибо за доклад. Я хотел только спросить вопрос. Оно работает только с тремя движками. А дружелюбно оно с другими движками, фреймворками от JavaScript. Какие из них есть дружелюбно, а есть какие не работают вовсе? Это вопрос к тому, что можно ли подобные towards reusable charts использовать другие фреймворки? Да, да. Хорошо, спасибо за вопрос. Да, можно. Поэтому я, в общем-то, сделал эту презентацию. Потому что мне показалось, что хорошо бы предоставить универсальное решение для всех. Поэтому именно towards reusable charts, именно это можно вынести как отдельный элемент, который можно использовать везде. Соответственно, какой бы продукт вы не захотели это использовать, вам нужен доступ только к элементу. В этот элемент вы вызываете call, вызываете datum, те самые функции, которые отрисовывают или данные задают, и это все работает. Да, можно. А недружелюбные нету или вовсе все фреймворки дружат именно с D3? Они не обязаны дружить в D3. То есть они везде будут поддерживаться в любом случае? Ну, в браузерах современных будут поддерживаться. Они, в общем-то, и Angular, и Angular 2, и Polymer, они не заточены для того, чтобы в D3 работать. Они просто отдельные. Еще у меня такой вопрос. Angular и Angular 2, они как бы вовсе очень популярны. Но по ресурсам мало что говорится о Polymer. Почему, из-за чего он не столь популярен сейчас? Ну, сложный вопрос. Я, честно говоря, не знаю. Возможно, из-за материал-дизайна. Не знаю. Сложно сказать. Наверное, знаешь почему? Мне кажется, потому что основа Polymer – это веб-компоненты. Веб-компоненты поддерживаются вообще не у всех. Они там в последних только версиях Chrome, точно. И, может быть, веб-кит. Наверное, из-за веб-компонентов они не столько используются. Спасибо за это. Спасибо. Хорошо. То есть нужно будет еще знать какой-то фреймворк джаваскрипта. Или можно это с минимальными знаниями джаваскрипта просто правильно сформировать набор данных и D3 все отрисует. Зачем нужны эти фреймворки? Angular, Angular 2 и так далее. Да. Вообще, зачем фреймворки появились? Не-не, это понятно. Но можно использовать просто D3. Это отдельная библиотека или она обязательно нужна, может работать только в связке с Polymer или еще с чем-то? Да, я понял. Спасибо за вопрос. Сейчас покажу. В общем-то, вот здесь конкретно вот это уже рабочий вариант. Если вот здесь добавить логику отрисовки этих элементов, это вот есть рабочий D3 график. Он работает только в зависимости от того, подключена ли D3 к странице или не подключена. Ему не нужны никакие дополнительные зависимости. Так что да, можно использовать, конечно. Есть готовое решение наравне с D3, как мы уже говорили, HiCharts, Google Charts, там еще какие-то. Там еще меньше знаний нужно вообще. Там подключил, у них есть набор, как примерно вот здесь, в этом. Это D3 плюс Angular и уже готовый продукт. А HiCharts это уже сразу готовый продукт. Ну нет, какие-то свои внутренние там есть в библиотеке наверняка. Спасибо. Да. А есть ли смысл иногда не использовать D3? То есть, например, на том же Angular отрисовывать как бы внутренними его средствами? Да, спасибо за вопрос. Можно. А смысл есть и в каких ситуациях это? Смысл сделать более универсальный продукт. То есть, мы делаем его рабочим везде, а потом используем вот конкретно в этом фреймворке. Кто-то захочет сделать в другом фреймворке, пожалуйста, он сделает в другом фреймворке. Я видел, есть действительно проекты, которые сразу из коробки связывают Angular и D3 или Angular 2 и D3. И это есть отдельный готовый продукт. Но если мы захотим графики оттуда взять и использовать в другом, мы не сможем это сделать просто так. Ну, нужно будет сделать какие-то обвязки, может быть, два фреймворка связывать иногда. Не стоит так делать. Спасибо. Спасибо. Еще? Наверное, все. А, еще. Какой архитектурный паттерн навязывает использование данных фреймворков? И какой использовали вы в своем проекте? MVP, MVC и что рекомендует официальная документация? Ну, это такой очень обширный вопрос, я считаю. Спасибо. Во фреймворке используется много паттернов сразу. Там есть и абсерверы, и какие-то синглтоны. Там все подряд есть. И в том же Angular, когда мы создаем factory, это создает синглтон паттерн. Когда мы имитим ивенты, то там другой паттерн и так далее. Просто там набор. Они навязывают, в общем-то, ну как навязывают, они рекомендуют использовать вот это, чтобы крупное здоровье приложение просто работало. Одного я не могу назвать. Там много. ModelView контроллер, ModelView там что-нибудь такое. Ну да. MV звездочка. В основном они такую под категорию имеют. Я работал в основном с NV, что-то там. Ну, можно работать. Есть React с Redux и Flux, которые не придерживаются этого. Людям очень нравится. К сожалению, не дошли руки пока. Стоит тоже попробовать. Там другие архитектуры. Но они классные. Тестировать удобно, легковесно, быстро все. Спасибо. А, да. Да. В презентации будет доступно где-то. Да? Да. Ну, здесь я собрал все, что в основном. Основные ссылки, которые я использовал, это, во-первых, D3, это MyBestTalk, ну и так далее. Вы можете посмотреть. И здесь я создал специально на GitHub несколько примеров, как раз-таки откуда я куски кода доставал. Это Angular 1, ну, та матрица, которую я сделал на D3. D3 плюс Angular 1, 2, Polymer, ну и так далее. Вот. И если есть желание и время свободное, можете ответить на мой вопрос. Наверное, все. Спасибо. Спасибо большое. Саша. Выбери, пожалуйста, три лучших вопроса, которые тебе понравились. А ты хочешь вопросы? А, мне вот здесь понравилось. Можете туда встать? Да. Ребят, встаньте, пожалуйста, кто задавал вопросы. Кто-то еще, кто-то еще вот здесь тоже был. Да, да, точно. Так, 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 так. Ну, мне кажется, их трое. А, нет, четверо. Давайте четыре наградим, все. А, извините, да. Давайте, хорошо. Нет? Нет? Нет, извините. Я бы, на самом деле, на втором ряду или на третьем кто-то задал вопрос. Кто? Наверное, ты. Раз, два, три. Вот так вот. Вот этот треугольник в центральном части. Та-та-та. Та-та-та. Та-та. Прости. Да, 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 да. Саша, спасибо большое! Вот такой вот презент о конференции будет напоминать тебе всегда наши теплую-теплую встречу. Спасибо.